Всем большой привет! Меня зовут Марина. Сегодня очередные покупки и распаковки сайта Валберис для себя и на подарок. Первое, что я заказала, маме понадобилась вот такая вот приправа, соус, что-то от азиатской еды, паста кимчи. И давайте посмотрим, что это такое. Я такое никогда не готовила. Мама моя тоже хочет попробовать. Вот я ей и купила. Отзывы хорошие. Паста кимчи для маринадов. 450 миллилитров грамм. Да, внутри она не очень жидкая, так что точно граммы. Там что-то такое пастообразное. Я открывать не буду, потому что там маме надо отдать. Хорошая плотная упаковка. Единственное, могу вам показать, из чего она состоит. Здесь есть состав. Вода, чили, чеснок, молотый перец, чили опять, сахар, имбирь, соль, рыбный соус, пищевые добавки. Глутамат, натрия, сарбаткалия, натрия, цикламат, аспартам. Но я так понимаю, что это Китай, наверное. Приправы для капусты кимчи. Капуста используется пекинская. Можно у продавца посмотреть видео, чтобы разобраться, что к чему. Я так понимаю, что это очень даже несложно. Вот вам попробует. Надеюсь, мне расскажет, вкусно это или нет. И даст попробовать. Цена 283 рубля, по которой я приобрела. Дело отличного упакованного. Приходит в двойном пакете. А заказала я тапочки в подарок для своей сестренки. Много выбирала. Остановилась именно на этой модели. Идут хорошо запакованные зип-замком. Меня зацепило, что они идут только из экологичных материалов. Хлопок и лен. Красиво смотрятся в современном дизайне. И они просто невесомые. Я даже сейчас чувствую, какие они невесомые. Ой, какие они мягкие, пружинистые. Хорошо прошиты, очень аккуратно выглядят. Люксово, так скажем. Приятного цвета. В составе присутствуют, кроме льна и хлопка, еще поролон и искусственная замша. Они очень легкие и бесшумные. Есть противоскользящая такая латочка. Приятные на ощупь, действительно. Хочется их уже померить. Мне кажется, это не мой размер. Это 41 размер. Размерная сетка идет тапочек. С 36 по 41 размер. Я смотрю, не очень аккуратно прошиты. Производство Китай очень аккуратные. Я сейчас их померю. Потому что они очень такие прям мягкие-мягкие. Классно будут стираться в машинке. Тепленькие. И в то же время, в них нога не будет потеть. Так как тут нет синтетики. Я предполагаю, цвет красивый. Дизайн тапочек очень понравился. Лаконичные, современные. Отлично подойдут молодым мамочкам с малышами. Бесшумные. Я приобрела за 538 рублей. Они подойдут и на широкую ногу, и на узкую. Идут, кстати, в размер. Надеюсь, моей сестренке тапочки понравятся. Но размер ей точно подойдет. Внутри еще оказался подарок. Это очень, кстати, приятно. Ой, смотрите, мне попался браслетик. Бижутерия. Ой, ну он такой миленький, хорошенький. Отличный подарочек. И действительно, размер размер. У меня 39 размер. И тут как раз 41, заметьте. То есть, идеальный размер подходит. Класс. Не ошибаюсь я. Это термо-бигуди. Бигуди для волос. Набор 18 штук. В бело-красном цвете. Шли они в такой упаковке. Запечатаны были. Вот такие пластиковые бигудюшки. Я думаю, всем они известны, кто пользовался бигудями. У меня были раньше бигуди термо. Я с удовольствием им пользовалась. Но единственное, что только были другой формы. На стандартной кудре. Внутри находится, я предполагаю, воск. Бигуди нагреваются на плите в воде. Наматываем на них локоны и защипляем. Очень хорошо они держатся. Я уже один раз попробовала. Правда, мне не очень получилось. Волосы были у меня завиты вот этими бигудями. Я попробовала первый раз. У меня, если честно, не очень получилось. В любом случае, надо руку просто набить. Раза два-три сделаю. Будут замечательные кудри получаться. Очень рабочие бигуди на самом деле. Покупать надо не меньше 18 штук. У меня длинные волосы. Я бы еще на штук 10 прикупила. Может быть, так и сделаю. Мне понравилось, что эти бигуди не расплавились в кипятке. Прекрасно поварились, нагрелись. Завитки хорошие получаются. Особенно, если вы на фиксатор какой-то нанесете. Набор купила за 377 рублей. Сейчас цена подороже стала. У продавца найдете и 12 штук набор. Мне кажется, мало будет 12 штук. Только на короткие волосы и не густые. Для чего нам нужны эти бигуди? Для создания великолепных локонов. Выглядит все вот так. Размер самой бигуди 11,5 см. Почему мне нравятся такие бигуди? Потому что они не сжигают волосы, не портят волосы. После них волосы не секутся. Ну и не ломаются. Лично мне бигуди очень понравились. Единственное, что возможно, я еще набор докуплю. Вот эти сами фиксаторы, либо держатели отлично держат локоны. Толстые локоны наносить сюда нельзя. Тонкие. Отлично подходят для тех, у кого тонкие волосы. И накрутят, и не сожгут волосы вам разными электрическими приборами. Ну и фоток, конечно, в отзывах очень много. Кучерявых таких голов. Я буду еще тренироваться, руку набивать. С первого раза мне не очень получилось. Уже мой полюбившийся бренд Nurev. И прекрасно создают чайные наборы. Отлично упаковывают. Чаи у них обычно вкусные. Упаковка качественная. Так что это мой повторный заказ. Набор чая на деревянной подставке. Шесть видов. Называется наедине. Если вы смотрели мой влог, я в такие баночки уже насыпала специи. У меня точно такой же набор. Он отлично весь переложен картонками. Так что битый он точно не придет. И ни разу мне не приходил ни со сколами, ни лопнутый, ни битый. Отличные баночки. Я взяла этот набор на подарок. Здесь новые вкусы. И красивая упаковка. Упаковка сделана из дерева. Нет никаких зазубрин, заусениц. Все красиво, эстетично. Сбук вот такой листик. У них немножко поменялся дизайн. Такие наборы красиво смотрятся в интерьере кухни. Чай наедине. Он обалденно пахнет. В каждой баночке чая 50 грамм. Зеленый. Чай сенча. Дольки апельсина. Лепестки граната. Мята. Ягоды красной рябины. Бутон жасмина. Цукатый ананаса. А как вкусно пахнет волшебная манго. Фруктовая и сладенькая. Прям с сухими фруктами. Чай черный. Асайя. Кусочки яблока. Цукатый манго. Мальва. Лепестки календулы. Бутон розы. Очень ароматный. Классный. Клубничный мохито. Очень яркий, свежий, цитрусовый. И действительно аромат мохито. Мятный слегка. Зеленый улум. Габа олешань. Кусочки клубники. Кусочки лимона. Цедра апельсина. Мята. Кусочки яблока. Цукатый ананаса. Что-то я уже и дарить не хочу. Я хочу его себе уже ставить. Потому что кичи конкретно с такими названиями мы еще не пили. Изысканный бергамот. Но здесь не просто с бергамотом. Здесь еще есть добавки. И он очень вкусно пахнет. Чай черный осам. Бергамот. Душистая черемха. Лаванда. Василек. Цедра шиповника. Малиновый улун. Никогда не пробовала. Молочный улун. Мы очень любим. Какой же он красивый. Чай зеленый. Молочный улун. Ягоды. Малины. Гибискус. Лепестки граната. Лепестки розы. Розы. Он очень вкусно пахнет и розой, и малинкой, ягодками сухими. Иммунитет. Иммунитет для меня знакомый чай. Такой мы точно пили. Чай зеленый сенча. Дольки лимона, имбирь, кусочки банана, кусочки яблока, плоды шиповника, цветы ромашки. Лепестки календулы. Хороший чай. Тоже пахнет приятно. Такая красота пойдет все же на подарок. Если не знаете, что подарить мужчинам, всегда есть выбор. Вот Нуриев. Замечательный чай. Мне они очень нравятся. Уже не первые чаи пьем от этого бренда. Да и специи уже сколько пробовали, всем нравится. Я и маме дарила, и не только маме специи покупала от Нуриев. И главное, что все продукты натуральные. А вот и специи подъехали. Как всегда, все отлично упаковано. Подарочный такой вариант. Да и для себя замечательно получить. Удовольствие. Большая тяжелая коробка, которая даже в кадр в ней не входит. Набор специй на подставке. 24 штуки. Вот такой большой тяжелый набор специй. Красивый. Упаковка такая же, аналогичная, как и у чая. Компактная, деревянная, аккуратная подставка. Все специи хорошо запечатаны. Каких специй вы тут только не найдете. Хмели-сунели. Паприка сладкая. Перец черный. Куркума. Раванские травы. Так как у меня набор идет на подарок, я не могу его открывать полностью. Могу показать вам через колбочку. Пластиковые колбы, кстати, не бьющиеся. Многоразовые. Вы можете их заполнять дополнительно. После того, как они у вас закончатся. В одну чизкопу показываю вам травы. Вкусные. У нас уже вся семья проверила. Покупали не один раз. Натуральная куркума. Перец красный. Кориандр. Порошок мелкий имбирь молотый. Здесь мне нравится, что не присутствует никакая соль. Обычно приправы очень любят всыпать соль для веса. Экономим на приправах. Здесь этого нет. Здесь чистые приправы и специи. Без какой-либо химии. Ну, уже проверенные. Кстати, у них очень вкусный чеснок. Сушеный. Также петрушка. Универсальная приправа. Очень аппетитные. Аналогичные такие же приправы. Я добавляла и в мясо, и в рыбу. Курицы просто замечательно. В плов. Приправа для аджики. Кстати, здесь даже написано без ГМО и глютамата. И без соли. Также приправы для гриля найдете. Не всегда вкусные. Шашлык добавить можно. Для курицы, для свинины, для фарша, плова, картофеля, шашлыка, для рыбы. Полный набор специй. Набор за 1320 рублей. Места много не занимают на кухне, что хорошо. За 1332 рубля я приобрела такой набор чая. 100% натуральный продукт. На страничке у продавца можете найти разнообразие чаев. Различные упаковки. У нас случилась проблема. На комоде разболтались направляющие. И хорошо, что на Валберис я нашла эти направляющие. И не надо их бегать по городу искать. Пришли прекрасно упакованы. Заказала сразу целый набор. 4 комплекта сразу на 4 ящика. На наших ящиках частично колесики уже разлетелись пластиковые. Ящики вылетают. Не держатся совсем. Ну все, хорошо работает. А если у вас все же выпадает этот ящик. И ничего не помогает. Даже новые эти роллеры. То просто надо сократить расстояние между стенками. Которая уже разъехалась с годами. Чем-нибудь картонкой, каким-то плоским предметом. Вот тут не видно, но видно, что там подложечка такая есть. Все, и теперь у меня ничего не выпадает. Новые роллеры хорошо держатся. Колесики работают. В общем, я довольна. Отлично. Ничего не выскакивает у меня. Роллеров в данный момент на складе уже нет. Они закончились. Набор у меня был из 4 пар. Но есть из 2 пар. Либо один комплект. Пишут, что выдерживает 10 килограмм. В производстве Китай. Длина 45 сантиметров. Ставим с полимерным покрытием. Следующая покупка очень нужная. Мне кажется, всем. Приходят просто вот так в обычной пленке. У продавца можно купить и одну, и две. Две, естественно, дешевле в наборе. Вот такая минажница. Пластик. Вещь на самом деле очень удобная. У меня аналогичная минажница есть. Лет 10, наверное, даже больше я ей пользуюсь. Лет 15 уже. Только в другом цвете, в бежевом. Выглядит вот так. Ну, точно такая. Только без вот таких узоров. Здесь еще и узоры. Наверное, кому-то даже понравится, что она такая, как бы, под фарфор сделана. Я приобрела эту вещь за 203 рубля. Можно в нее сложить все, что угодно. Диаметр 28 сантиметров. Даже в черном есть. Те, которые не бьются. Подходят для детей. Для завтраков. Для ежедневного использования. Она легкая, удобная, легко моется. Такими минажницами я люблю брать с собой на природу. Летом, на отдых. Легкая. Никакого веса нет. В общем, отлично. Рекомендую только. У нас масленица была. И такую же тарелочку я брала, ставила на стол. Здесь у меня была квашеная капуста. Моченые яблочки. Корейская капуста. Квашеные бочковые помидорчики. Лимончик порезать сюда положить. Маринованные огурчики. Просто удобная вещь. Очень практичная. Далее я купила себе вот такую книгу. Пришла она. Плюночки все обернуты. Сама книга. Плюс еще обернута дополнительно в пупырку. Поэтому она пришла целенькая. Да еще серия книг, которую я люблю. И она с этой серией у меня уже не первая, не вторая книга. Русские народные сказки. Александр Александрович Федоров Давыдов. Оформление мне очень нравится. Огромное количество книг вы можете найти от этого производителя. Именно в таком стиле. Собрать целую коллекцию. Сама по себе она вот такая вроде большая, громоздкая, крупная книга. Но совершенно не тяжелая при всем при этом. Твердый, достаточно качественный переплет. Единственное, страницы тут могут кому-то понравиться, кому-то нет. Они желтоватые. Для меня это не важно. Они просто шероховатые такие. Ну, как бы, возможно, это дешевая бумага. Я не знаю. Не белая, не лощеные листы. Но мне это читать книгу не мешает. Здесь много картинок. Практически каждой сказки. И здесь 122 сказки. В этой книге, представляете, вообще здорово. Царь Солома, Сыра Едиха Одноглазая, Преображенный Дьявол, Богатырский Белый Конь. Ставьте на паузу и прочитайте. 122 сказки, по-моему, если я не путаю. Сказка – это душа народа и ребенка. Правильное число. 112 сказок включает в себя эта книга. Народные сказки обработаны известным детским писателем, издателем, издателем, переводчиком и одним из основателей детского журнала «Мурзилка». Ну, была в детстве, конечно, у меня и «Мурзилка» веселой картинки. Александром Александровичем Федоровым Давыдовым. Еще 1873 год, 1936 год рождения. И большинство этих сказок не знакомы современному читателю. Легко читаются, совершенно несложно. Хороший шрифт. В общем, много картинок. Думаю, не только детям, но и взрослым. Будет интересно прочитать. Прочитаю вам два предложения. Сказку упрекают в излишне частом увлечении ребенка в области фантастических мечтаний, как упрекают за ложное внушение ребенку фактов отчеловечивания животного мира. Но главное, что дает наша родная самобытная сказка, это сохранение в цельности родного языка, картину бытовой и минувшей жизни, физиономию нашего народа, его обычаи, привычки, верования и словом русский дух, который один только хранит в свою очередь единство отдельных личностей, которые один и объединяет всех нас и дает нам силу любить и ценить все свое родное. Я думаю, это важно. Обратите внимание. Я приобрела эту книгу за 426 рублей. Сейчас она даже дешевле. Здорово. Надеюсь, мое видео для вас оказалось интересным, полезным и развлекательным. Спасибо большое за просмотр. Желаю вам прекрасного настроения, качественных покупок. Всем пока.